МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень и зима со стародавних времен у православных народов время свадеб, веселых торжеств. И лишь рождественский пост как пауза, как время для размышлений. Прерывает череду этих веселей и дает возможность поразмышлять, быть или не быть молодой семье. Добрый вечер. Телевизионный эфир канала Беларусь-2, как обычно в четверг, продолжает программа «Точка зрения». И ее создатели предлагают вам сегодня поговорить о том, что является основой молодой семьи, ее благополучие, ее долголетие, что цементирует и что разрушает молодые семьи. Ваша точка зрения обязательно прозвучит в нашей программе, если вы наберете номер контактного телефона 21 55 65. Ну а компетентную точку зрения в нашей программе сегодня представляют директор Дома гражданских обрядов Брестского горосполкома Зоя Васильевна Дубовская, психолог Ольга Николаевна Сободковская. Добрый вечер. Добрый вечер. Брак – это союз двоих, мужчины и женщины. Издавна предполагалось, что главой семьи является мужчина, он добытчик, он отвечает за благополучие своей семьи, женщина-хранительница очага. Не создается ли у вас такого мнения, что вот в последнее время как бы роли изменились? Или мне так кажется? Ну, можно, может быть, я начну достаточно кратко. Я думаю, что теоретически все женщины хотят быть не замужем, а за мужем. Но это теоретически. Когда же это все происходит в нашей реальной жизни, и вот то, что конкретно я наблюдаю на своей работе при подаче заявления, при регистрации брака, при общении с молодежью, то я бы сказала так, что девушка юноша ведомы, он идет следом за ней. Как правило, она знает, чего она хочет. В каком платье, какие кольца, в какой день, в какое время и так далее. Но, возможно, это от того, что мы уже достаточно далеко отошли от домостроя, и в современном обществе роли мужчины и женщины практически равны, выравнились. Во многих сферах, в том числе в профессиональной сфере. А как это сказывается, допустим, на семье, на ее крепости, допустим, Ольга Николаевна? На сегодняшний день я хотела бы действительно поддержать вашу точку зрения. Очень сильная смена гендерных ролей. Потому что многие столетия, многие годы, все-таки наше общество привыкло к патриархальному укладу, и на сегодняшний день идут очень большие сдвиги. Они обусловлены не только какими-то социально-экономическими изменениями, но вообще это мировые изменения. И поэтому роль мужчины и женщины в семье очень сильно подвергается изменениям. В частности, женская роль. Обратите внимание на сегодняшний день, какую позицию и какой статус в обществе стала занимать женщина. В профессиональной сфере она реализуется практически наравне с мужчиной. Что касается зарабатывания денег, распределения каких-то ролей, ответственности, на женщину действительно сегодня ложится очень многое. Институт брака от этого пострадал или выиграл? Он изменился. Нельзя сказать однозначно, пострадал он или выиграл. И страдает он тогда, когда кто-то не принимает эти изменения. И выигрывает он тогда, когда кто-то адаптируется к этим изменениям и действительно принимает их вместе. Вот вы сказали правильно. Действительно, институт брака изменился. И свидетельством тому, допустим, гражданские браки, так сказать, пробные браки. Вот тоже интересна ваша точка зрения. Это как пример того, что молодые люди стали более ответственно подходить к вступлению в брак? Или свидетельство того, что они боятся ответственности за будущую семью? Вы знаете, у нас тут есть некая такая пропасть между тем, как люди понимают, что такое сужительство, пробный брак, гражданский и тем, как они это делают, как они осуществляют. Потому что если смотреть на западный, европейский в частности образец в этом плане, то несмотря на то, что некоторые браки там не регистрируют, все равно достаточно большая ответственность семейная у людей остается. У нас же вот эти современные веяния очень часто воспринимаются так, что появляется некая свобода, и люди не разобравшись, что лежит в основании, что нам дает эта свобода, к этой свободе прибегают. В частности, очень для многих гражданский, так называемый, кстати, вот меня очень удивляет эта формулировка, гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Да, а это так называемое сожительство или пробный брак. Которое, по сути, гражданским браком не является. Но смысл, очень часто психологический смысл этого брака, и этот смысл избегается многими людьми, в том, что нет желания до конца все-таки принимать ответственность на себя, принимать какое-то решение. И узаконить свои отношения. Значит, есть какое-то сомнение, есть какая-то доля неуверенности, может быть, недоверия. Вот вы сказали, Ольга Николаевна, что действительно это как бы привнесено к нам оттуда. И вот эта, я бы сказала, эта практика, извне принесенная, она на нашей славянской почве, наверное, все-таки не приживается. Потому что еще корни, традиции наших народов, они сильны. У нас ведь брак. Да, у нас, к сожалению, бывает очень много каких-то веяний, которые в нашу культуру попадают, но они не проходят некие периоды адаптации. Это увлечение какими-то восточными философиями, и просто их трансляция как образ жизни. То же самое касается и брака. Все должно иметь свой какой-то период адаптации. Ко всему надо присматриваться, применять, каким-то образом, с учетом, подходит нам это или не подходит. Можно я дополню? Не надо далеко ходить. Достаточно открыть кодекс Республики Беларусь о браке и семье и почитать определение семьи и брака, которое дано в кодексе. Ну, брак предполагает, что рождение семьи. Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. Близкого родства нет, усыновления нет, общего хозяйства даже оно, если и есть, и приобретается имущество, оно в собственности того, на кого оно приобреталось. Если в отношении детей не зарегистрировано установление отцовства, все права и обязанности только у мамы. Права наследования нет. То есть? Ни прав, ни обязанностей. Вот это суть гражданских браков. А если они и есть, то только у одного. Что сегодня цементируют с семьей, что ее разрушает? Ответить на этот вопрос мы попросили жителей города Бреста накануне нашей программы. Блицопрос продолжает ее. Что сохраняет брак? Взаимопонимание. Выступать надо друг к другу, самое главное. Если есть семья, то есть ты знаешь, что есть опора, есть кто-то, кто поможет любую секунду поставить свое плечо, даже не в плане материальным, словом. Я думаю, что женщина должна сохранить ее аккуратность, привлекательность. Наверное, я думаю, что это так. Любовь. Только любовь. Только любовь друг к другу. Доверие сохраняет. А недоверие, соответственно, разрушает. Наверное, так. Брак разрушает измена. Ну, это самое большое то, что может его разрушить. Разрушает то, что на данный момент поколение женится очень рано. Слишком рано. Вот эти все свадьбы сохраняют. Это же, не знаю, надо стабильность какая-то в каждом человеке. Какая-то работа. Хотя на данный момент больше все люди смотрят на денежный план. Потому что какие-то скандалы в основном из-за этого. Меньше обращать внимания на бытовые неурядицы. Потому что жизнь состоит не только из вкусно поесть и красиво отдохнуть. Есть еще другие вещи, гораздо более ценные. Плохой брак все разрушает. Вот я с мужем 46 лет прожила. Хотите, верьте, хотите, нет. Рука об руку. Двое деток, четверо внучат. Слава Богу, дай Бог, чтобы моим внучкам попался такой муж, какой был у меня. Я считаю, что самое главное в жизни выходить замуж по любви. Это мое мнение. Не надо никогда смотреть на богатство. Пару лет старше, моложе. Это тоже роли не играет, если любят друг друга. Это должно быть воспитание. Именно вложенное родителями, именно с детства уважать для мальчиков, то уважать женщин. Для девочек, то уважать мужчин. Это любить, это защищать, это слушать друг друга. То есть это целая наука. Мне интересно, ваша точка зрения по поводу точек зрения наших земляков. Но у нас уже появилась точка зрения телефонного зрителя. И я предоставляю ему слово. Добрый вечер, вы в эфире. Вы в эфире, пожалуйста. Ваша точка зрения. Алло. Ну, видимо, передумал. Наберитесь силами и позвоните нам снова. Мы ждем вашу точку зрения. Итак, ваш комментарий по поводу того, что мы только что увидели. Ну, на самом деле, мы услышали действительно разные точки зрения. И обратите внимание, что разные поколения транслируют эти точки зрения по-своему. Очень приятно все-таки, что есть преемственность поколений. И какие-то традиционные, такие базовые, фундаментальные отношения к семье старшее поколение может транслировать молодым. Но я бы хотела сказать, что у людей существуют некие представления о том, что цементирует семью. И многие говорят, что семью цементируют какие-то вопросы, связанные с экономическими какими-то моментами. Ну, да, на вопросе две точки зрения сошлись, что это любовь прежде всего. Но вы понимаете, что помимо любви есть еще масса каких-то других процессов, которые происходят между мужчиной и женщиной, между членами семьи. И к этому относятся уважение. Уважение границ друг друга. Уважение и принятие особенностей друг друга. И самое важное, это не пытаться переделать другого под некий свой образ. А принять его таким, каков он есть. Да, каков он есть. Ну, наш телезритель собрался с силами, будем надеяться. Ваша точка зрения, добрый вечер. Не расставайтесь с нами, точка зрения ваша очень интересна. Ну, что ж такое. Второй раз. Итак, пожалуйста, Зоя Васильевна, у вас есть, чтобы я только дополню немножко. Можно? Вот действительно, вот меня тоже обратило внимание на себя две точки зрения одинаковых, что любовь. Но я хочу сказать, что вот это понятие, эта категория, это качество для молодых людей, оно сегодня не имеет ту ценность, которую имела, допустим, для их родителей и для их бабушек и дедушек. Вот наше молодое поколение сегодня называет себя продвинутым. То есть они на первое место выдвигают такие требования, как финансовое благополучие своего избранника или избранницы, или, допустим, возможности карьерного роста. Сейчас просто одной любви для них недостаточно. Ну, я где-то немножко соглашусь, потому что общаясь с молодежью, и слыша, как они рассуждают, они частенько как бы вскользь говорят о том, да, хотелось бы и это, и это, и это. То есть хочется сразу много, и все, и качественно. И сразу, главное. Да. А вот это все, оно ж с неба не падает, это все нужно как-то заработать, достичь, каким-то образом получить. Свадьбы делают, как правило, родители. Молодые, как правило, за их счет едут где-то в свадебное путешествие, благо появляется такая возможность поехать. Но, тем не менее, вот я смотрю, семьи, которые создаются на относительно благополучной финансовой основе, какое-то время, наверное, более длительный период проживают в браке, но все равно это их не удерживает от развода. А согласиться с тем, что у них так сильно все поменялось, да, поменялся темп жизни. Но я же их вижу, вот когда они подают заявление, любовь у них есть, это однозначно. Вот просто это то, с чего начинается. Зоя Васильевна, я бы сказала, любовь и влюбленность, это не одно и то же. Вы знаете, я бы хотела тоже дополнить. Простите, секундочку, у нас третья попытка. Будем надеяться, что она будет удачной. Добрый вечер, вы в эфире. Вы в эфире? Ну, посмотрите. Я хотела бы сказать по поводу любви. На самом деле, я думаю, что не стоит обесценивать современное поколение молодых людей. Они такие же чувствительные, чувственные друг к другу. Единственный нюанс, откуда молодое поколение берет некий образ и подобие того, что такое любовь в паре, как она проявляется, как она выражается. Ведь родительская семья всегда является образцом той точки отсчета, начиная с которой у молодых людей формируется представление о том, что такое семья, что такое быть рядом, что такое быть вместе. И очень часто действительно бывают такие ситуации, что родительская семья, забегавшись по поводу каких-то экономических вопросов, не предъявляет ребенку вот этот образец любви мужчины к женщине, уважения мужчине к женщине. Поэтому я бы не стала говорить о том, что поколение у нас какое-то не такое. Нет, у них это все есть. Просто не всегда есть образец, которого... Или не всегда это проявляется так, как мы привыкли это видеть и понимать. Как мы в книжках читаем, как мы в книжках читаем. Но когда я задавала вопрос, Зоя Васильевна, знаете, что я имела в виду? Я имела в виду расчет. Вот взгляд на будущего спутника жизни с прагматической точки зрения. То есть расчет. А вот если вглубь копнуть, плохо или это хорошо? Браки по расчету. Так ли уж это плохо? Ну, на самом деле, что касается браков по расчету, понимаете, если человек опирается на какую-то категорию, в частности, на финансовое состояние партнера своего, то нельзя говорить о какой-то стабильности. В этом плане всегда и во веки веков. В жизни может произойти все, что угодно. Может поменяться финансовое положение и условия жизни. И что тогда у нас остается в сухом остатке? Я отношусь к бракам по расчету следующим образом. Рассчитывать надо на человека. На его человеческие качества. На его человеческие качества, как на некую опору и как на достойное и надежное плечо. И как дополнение своим качествам. Да, ну какие-то вещи, которые, в общем-то, базовые такие ценности, общечеловеческие. На финансы рассчитывать очень можно. Нельзя исключать этот момент, потому что все-таки с точки зрения женской потенциальный мужчина, это мужчина, который действительно еще каким-то образом дает нам уверенность в надежности какой-то. Почему бы не поддерживать в этом плане? Но на это нельзя рассчитывать только лишь. В общем, расчет расчету рознь. Надо уметь рассчитывать. Точка зрения зрителя в нашей программе. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваша точка зрения, пожалуйста. Ну что-то сегодня нам продолжаем с вами. Ждем ваших точек зрения. Мы говорим о семье и браке. О том, что сегодня цементирует, укрепляет семью. И что ее разрушает. Зоя Васильевна, вот молодые люди, прежде чем вступить в брак, конечно. Первый шаг – это приход к вам. Они подают заявление. И вот интересно тоже, ваши наблюдения жизненные. Как много приходят после подачи заявления? Ведь сейчас, по-моему, срок сокращен, да? Минимальный срок сокращен подачей заявления. Все ли приходят на регистрацию брака? Не все приходят на регистрацию брака. Если говорить о том, по какой причине они не приходят. К сожалению, конечно, я не знаю всех этих причин. Некоторые официально звонят и говорят, что у нас регистрации брака не будет. У некоторых есть какие-то семейные причины, по которым откладывается регистрация брака. Причин много. Но просто если мы заговорили о сроке, то да. Я думаю, что все знают, что максимальный срок, за которым можно подать заявление – это три месяца. А минимальный срок с июля прошлого года уменьшился до трех дней. Я не могу сказать, что это однозначно хорошо и это плохо. Это хорошо в том плане, если люди все обдумали. То есть это же не обязательно приходит, вот конкретно три дня назад познакомилась и пришел уже подавать заявление. Нет, конечно. Отношения уже сложились, но просто кто-то документы какие-то не может представить. Есть у нас иностранные граждане, которые приезжают из другого государства. Это однозначно для них хороший вариант, потому что три дня побытия, 15 дней, как было ранее – существенная разница. Но в данном случае я бы сказала так. В 2012 году у нас было зарегистрировано 2056 браков, а 73 пары, которые подали официальное заявление, на регистрацию брака не пришли. По разным причинам. По разным причинам. Некоторые даже не объясняли, почему они так. Да, некоторые даже. Они просто не пришли. И если мы звоним, говорят, мы передумали. На этом все. Ну, процент, в общем-то, низкий по сравнению с этим. По сравнению с количеством зарегистрированных, не явившихся, конечно, небольшой. Да. И в этом году точно так же. 2028 браков у нас зарегистрировано на 1 декабря. И тоже точно так же, как в прошлом году, 73 пары. И мне кажется, что это не повод для того, чтобы сокрушаться. Нет, конечно, абсолютно. Не правда, Любинка Ланн? Это значит, будем считать, что люди действительно... На самом деле, лучше все-таки действительно вовремя отказаться. Да. Если есть какие-то сомнения, какая-то неуверенность, чем потом совершать ошибку и делать неверное решение? Истова Зоя Васильевна, вот интересно, многие ли пары хотят именно пышных торжеств? Или есть, которые хотят скромно расписаться, вступить в семейную жизнь? Просто, но со вкусом. Вы знаете, я думаю, во-первых, уже все знают, что брак можно зарегистрировать как в торжественной обстановке, так и в неторжественной обстановке. Но практически всем объясняем, что если не торжественная обстановка, это, скажем, на сегодняшний день самый дешевый способ создать семью, заплатил государственную пошлину при подаче заявления, явился в назначенное время, сел у стола, ответил на вопросы, поставил подписи, ушел со свидетельством в раке. Вот семья готова. На сегодняшний день этот вариант государственная пошлина 130 тысяч белорусских рублей. И многие ли выбирают этот вариант? Нет, не многие выбирают такой вариант. Ну, во-первых, мы все-таки дом гражданских обрядов, поэтому приходят в основном, в большинстве своем, скажем так, люди молодые, которые, конечно, хотят торжества. Торжество проходит как непосредственно в залах, которые у нас есть, вот их у нас два в Доме гражданских обрядов, так сейчас, возможно, стала выездная регистрация брака. Конечно, она молодежи востребована, однозначно. Но исходя из того количества специалистов, которые имеют право регистрировать брак, обеспечить тому количеству пар, которые хотят выездную регистрацию брака, к сожалению, нельзя. На постоянной основе у нас работает выездной зал в Зюшор, вот Московская 151, я думаю, тоже об этом все знают. Имеем право выехать также к месту проведения свадебного торжества. Но это в том случае, если мы не сорвем браки, тем парам, которые подали заявление, будут регистрировать брак непосредственно у нас в залах, в Доме гражданских обрядов. Поэтому, конечно, говорить о большом количестве браков, зарегистрированных на выезде, не приходится. Вот в прошлом году их было 9, в этом году 11, ну чуть-чуть больше. Но это, конечно, мало. Но вы знаете, просто для сравнения хочу привести, вот у меня коллега совсем недавно приехала из Луцка. И, естественно, ей было интересно познакомиться с тем, как работает ЗАГС в городе Луцке. 220 тысяч населения, и в ЗАГСе работает 50 человек. А у нас более 300 тысяч населения, и в ЗАГСе работает с техническими работниками, с уборщиками, с рабочими. 14 человек. Ну, называется, почувствуйте разницу. Поэтому я согласна, там можно и выехать. А это, конечно, услуга востребованная. Да, тем более, что это тоже, вот, как Ольга Николаевна говорила, что очень многое привнесено к нам в Западу, так и это вот, венчание или заключение брака. Ну, тем не менее, все равно славянские традиции у нас остаются славянскими традициями. И очень многие молодые люди впитывают по семейному сценарию традицию делать свадебное торжество так, как это делали мы, наши родители, наши бабушки, дедушки. Ну, традицию есть традиция, да, соблюдают. Тройку с бубенцами заменила машина с куклой. Ну, видите, что касается европейских традиций, просто появляется выбор. И очень многие молодые люди поддерживают свободу этого выбора, и почему нет? Все-таки я считаю, что очень здорово, когда есть традиции, но очень здорово, когда многие молодые люди могут действительно делать выборы, брать на себя ответственность, в какой форме они хотели бы регистрировать брак. Даже по этому поводу очень много шуток, есть и каких-то расхожих таких мнений. Вот, например, что деньги, вложенные в свадьбу, обратно пропорциональны количеству прожитых вместе лет. Очень многие шутят так же. Я не думаю, что пышный свадебный обряд является чем-то основным, что может цементировать жизнь в этой паре. К сожалению, мы даже слышим такие вещи, что, ну, вот я уже говорила, что свадебное торжество, чаще всего расходы берут на себя родители. И иногда вот в зале подходит фото- или видеооператор, организовывая сигналы. Вы помните, вот вы регистрировали пару, такая красивая, пышная свадьба, было такое торжество. Так вот, вы знаете, говорит, родители взяли кредит на свадебное торжество, они его еще не выплатили, но дети уже развелись. Вот даже так, конечно, об этом слышать очень печально. Зоя Васильевна, вот вы говорили уже, заговорили о разводах. В каких случаях разводы могут происходить в вашем доме гражданских обрядов, там, где совсем недавно они регистрировали свой союз? Вы говорили, да. Вы знаете, вот до января 2013 года к нам поступали решения суда расторжения браков. И мы на основании решения суда, в записи акта о браке, который хранятся в нашем архиве, мы носили соответствующую отметку о том, что брак прекращен в связи с расторжением по решению суда. Законодательство изменилось, и с 1 января 2013 года в органах ЗАГС может быть расторгнут брак по совместному согласию супругов, не имеющих споров об имуществе и общих несовершеннолетних детей. И, по-моему, даже 2 января мы сразу приняли заявление на расторжение брака. Время дается тоже на размышления? Сначала это было ровно через месяц, сейчас, значит, минимальный срок, который они ждут, месяц, и до 2 месяцев максимально действительно их заявление о расторжении брака. При подаче заявления сразу согласовывается эта дата, когда они могут прийти для оформления развода. Статистика, скажем, не самая приятная. На 1 декабря подали более 200 пар на расторжение брака, но из них 188 браков уже прекращено. То есть мы уже зарегистрировали 188 записей акта о расторжении брака. Но надо дать должное, что все-таки 22 пары, которые подали заявление на развод, к нам в Дом обрядов не явились на расторжение брака. Причем несколько молодых пар пришли, извинились, что отняли у нас время и сказали, вы знаете, мы погорячились, мы действительно любим друг друга, но мы просто поссорились. Зоя Васильевна, вот вы уже тоже плавно бросили мостик к другой теме. Вот вам удается беседовать с этими молодыми людьми, которые приходят для того, чтобы прекратить существование своего союза. По каким причинам они решили разойтись, прекратить совместное существование? И удается ли вам кого-либо уговорить изменить свое решение в пользу семьи? Скажем так, при приеме заявления на расторжение брака, законно определено, о чем мы можем с ними говорить. В данном случае, вы поймите, если приходят два человека настроенные категорично, с ними разговаривать очень сложно. Да, но вы уже видите, кто к вам пришел. И помню, их еще совсем недавно, менее года назад, они стояли в зале, и есть даже такие пары, которых в виде исключения брали на свое обеденное время и попыталась заговорить с женихом. Невеста беременная, но ребенка пока еще нет, поэтому они могут подать заявление к нам именно на расторжение брака. Вы знаете, я получила такой отпор, но я думаю, что у него это была своеобразная защитная реакция. Конечно, он чувствовал себя сам не лучшим образом. Брак их, к сожалению, расторгнут на сегодняшний день. У них родился ребенок, девочка родилась. Я почему-то надеюсь, что они будут вместе. Дети цементируют семью, но не продляют долголетие. Вот как вы считаете, Ольга Николаевна? Вы знаете, не хотелось бы, конечно, каким-то образом иногда говорить о том, как пары спекулируют своими детьми, их наличием, решая какие-то вопросы в отношениях. Я хотела бы еще дополнить по поводу разводов и причин разводов. Огромное количество семей могут действительно иногда приходить к решению развестись импульсивно. И на самом деле очень неплохо было бы, чтобы люди, которые создавали семью, понимали, что брак и отношения – это труд. И действительно, это не просто так взяли, расписались и стали жить вместе. Это некие компромиссы, это умение где-то уступить, это умение выслушать, это умение разговаривать и вести диалог про отношения даже на самую острую тему. Что касается детей, то на самом деле бывают такие ситуации, что для благополучия ребенка и для дальнейшего его развития паре было бы неплохо развестись. Потому что лучше, если ребенок будет расти в психологически спокойной обстановке. Понимаете, бывает такая ситуация, что счастливая семья – это не обязательно папа с мамой. Это может быть счастливая мама. Но бывают семьи, где деструктивные, маргинальные какие-то отношения. И если ребенок будет в этой семье жить и знать, что семья сохраняется, где родителям друг с другом плохо из-за него, то в дальнейшей, в будущей жизни чувство вины, что он является источником того, что два человека, не любя друг друга, продолжают ругаться и жить вместе, оно не очень хорошее. Бывает такая ситуация, когда для самого ребенка очень здорово, если все-таки он живет с кем-то одним из родителей в более комфортной психологической атмосфере, нежели в постоянных криках, скандалах, драках, ссорах. Это советский некий такой стереотип, что надо сохранять семью. Полная семья является залогом формирования гармоничной личности ребенка. Но это не так. Ребенок считывает образец счастья с родителей. И если он живет с родителем, который чувствует себя счастливым, то ребенок имеет больше шансов быть счастливым также. Несмотря на то, что это могут быть разведенные родители. И еще один аспект, касающийся наших детей. Ведь именно ребенок, возможность появления ребенка является причиной заключения ранних браков. Вот сейчас самые ранние браки, которые были заключены, это сколько лет было жениху и невесте, Зоя Васильевна? Ну, действительно, обойти мимо вот этот аспект, вот эту проблему нельзя. Вы знаете, из года в год сохраняются браки, которые заключаются между совершеннолетним и несовершеннолетним лицом, между двумя несовершеннолетними. Самое большое количество таких браков у нас было в 2007 году. 27 браков с несовершеннолетними. В прошлом году было 8, в этом году на сегодняшний день уже 7. Но есть еще такая разница, вот почувствуете ее, брачный возраст 18 лет. Есть невесты и женихи от 16 до 18, а есть в основном это невесты от 15 до 16. И вот пользуясь сегодня случаем и тем, что, возможно, она слушает большое количество молодых людей, хотела бы им, уважаемые молодые люди, внимательно послушайте. Есть такая статья 168 в Уголовном кодексе. Половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, лицом достигшим 18-летнего возраста, это уголовно наказуемое деяние. Несмотря на то, что вы приняли решение создать семью, зарегистрировать брак и вместе растить ребенка. Есть и заведомо знал. За все время моей работы в Доме гражданских обрядов, ну как-то так, скажем, везло, наверное. Все невесты были после 16, женихи тоже либо от 16 до 18, либо уже там старше. А вот в этом году вот три таких случая. Правда, они утверждают, что они не знали, что девочке столько лет, что вот они предполагали, что она старше, она выглядела, она там скрывала и так далее. Но, тем не менее, факт такой есть. При вступлении в брак, снижении брачного возраста, возможно, только в случае, если невеста беременна? Да, в случае беременности невесты и рождения общего ребенка. Это должен быть общий ребенок. Ольга Николаевна, вот причина таких ранних браков, это что? Вы знаете, я хотела бы сказать, что на самом деле изменения касаются не только института семьи, которые сейчас происходят, они вообще касаются всех людей. И это такие глобальные, социально-экономические, исторические изменения. И очень сильна так называемая акселерация, если говорить таким расхожим языком, дети становятся взрослые гораздо раньше. Она дала себе знать в этой сфере, да? Да, психосексуальное развитие у нас сейчас наступает у детей гораздо раньше. Раньше, чем когда-либо. И заметьте, что сегодняшние современные подростки, даже если внешне на них посмотреть, они выглядят гораздо старше. И пубертатный период наступает по времени гораздо раньше. Естественно, что природа в этом отношении берет свое. И интерес половой, интерес сексуальный у детей появляется тоже раньше. А вы не считаете, простите, ваша точка зрения, вот как психолога, что этот интерес нужно направлять в нужное русло? Или каким-то образом просвещать правильно ребенка? Да, я, наверное, все-таки не к направлению в нужное русло хотела бы обратиться, а к просвещению. Потому что когда-то были попытки в школах преподавать дисциплины, которые связаны с просветительской деятельностью. Это основа брака и семьи, этика и психология семейной жизни. На сегодняшний день... По-моему, в России этот предмет существует в школах. У нас на сегодняшний день тоже где-то, может быть, существует факультативно. Но, на мой взгляд, все-таки какая-то просветительская деятельность обязательно должна быть. Потому что иногда хочется уповать на то, что родители будут с детьми разговаривать на эти темы. Но здесь есть одно но. У нас нет культуры общения с подрастающими детьми на темы, касающиеся пола, касающиеся секса. Тема эта всегда была такая вот негласно-запретная, закрытая. Поэтому многие родители сами не знают, как вообще к ребенку подойти с этим вопросом. И многие дети узнают о вопросах пола и секса друг у друга. От своих же сверстников. От своих же сверстников, да. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы были какие-то программы просветительские в школе, были бы какие-то... Разумно составленные. Составленные разумно, да. Потому что, ну, мировая практика говорит о том, что это очень хорошо работает. Итак, Ольга Николаевна, Зоя Васильевна, как известно, свадьбами сказки заканчиваются, а вот реальная жизнь начинается. Завершая наш диалог, наш разговор со зрителем в прямом эфире программы «Точка зрения», что вы пожелаете нашим зрителям? Вы высказали свою точку зрения. Их право согласиться с ней или нет. Но ваши пожелания они выслушать могут. Ну, мне хотелось бы сказать о том, что все-таки очень важно понимать, что союз двух людей, мужчины и женщины, на сегодняшний день, это скорее партнерский союз. И вступая в брак, молодые люди должны в первую очередь рассчитывать на поддержку друг друга, на принятие друг друга. И цементирующим звеном, помимо любви, еще должно быть уважение обязательно. И очень важно понимать, что отношения труд, в которых каким-то образом надо все-таки что-то вкладывать. Всегда можно разговаривать друг с другом, договариваться. Если возникают какие-то сложности в отношениях, их можно решать. Если есть запрет на выражение негативных чувств, его можно снять. Все-таки это близкие люди, которые имеют чувства и эмоции. Разговаривать и договариваться. Это очень хороший рецепт для того, чтобы семью можно было сохранить. Зоя Васильевна, Ваша очень кратко. Очень кратко, да. Есть басня Крылова. Помните, лебедь, рак и щука. Когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. Я хочу пожелать всем согласия в семье, смотреть в одном направлении. И действительно слушать друг друга и слышать друг друга. Спасибо большое за то, что Вы сегодня рассказали нам очень интересные и познавательные вещи. Я думаю, кому-то они помогут строить свою семью. Мы желаем всем добра, удачи. Увидимся ровно через неделю. Программа «Точка зрения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова